Приветствую всех любителей шахмат! В восьмом туре Норвэй Чес лидер соревнования Магнус Карлсон встречался с юным дарованием из Индии Рамиш Бабо Прагнананхой. И поскольку классическая партия завершилась ничейным исходом, гроссмейстеры должны были разыграть дополнительные очки в партии Армагеддон. Магнус решил разыграть старую добрую лондонскую систему, которая служила ему верой и правдой долгие годы. Рамиш Бабо играет Д5 и на ответный Е3 показывает, что я, мол, тоже так умею. Карлсон цепляет центральную пешку противника, Рамиш Бабо укрепляется, белый усиливает нажим. И на ответный слон Д6 происходит размен чернопольных слонов. Магнус набрасывается на пешку Б7 и поглядывает на пехотинца Д5. И Рамиш Бабо, не опасаясь ослабления белых полей в своей позиции, спокойно играет Б6. Магнус ставит коня на Ф3, черные уводят короля А в нуле, и белый также подготавливает эвакуацию короля. Черный меняется на поле Ц4 и защищается от двойного удара путем А6. Следует короткая рокировка, черные завершают развитие, ладья идет в центр доски. По итогам дебюта белые получили микроскопическое преимущество за счет некоторого преобладания в центре, а также не вполне удачной позиции черного ферзя. Прагнананха пытается ликвидировать перевес в пространстве противника. Магнус на поле Ц5 меняется и, словно назойливый пьяница, к фигурам противника с навязчивыми разговорами цепляется. Ладья уходит на седьмую горизонталь, чтобы при случае сдвоиться либо по линии С, либо по линии Д. Магнус Карлсон прицеливается к ферзю, угрожая взятием на поле Б5. Ферзь убегает на Ж5, белый нападает на ладью. И теперь уже Прагнананха начинает швинделить жертвы качества. Оказывается, что при взятии на А7 черный пробивает на Ф3, используя связку. И на отступление коня получает грозную атаку на королевском флонге. Угрожает ни много ни мало мат в один ход. В случае взятия на поле Ф3 прилетает матец от черного коня. А если белый защищается ладьей, то черный пробивает на поле С2. Угрожает матом на поле А2. На оборонительный А3 пробивает на Ф2. И белым приходится отдавать своего ферзя. Поэтому 16-й чемпион мира в партии меняет коней. Подрывает ферзевый фланг. Черный забирает на поле. А4 белый в промежутке нападает на ладью. Рамиж Бабу защищается ходом ферзь Б8. Магнус отыгрывает пешку. Индитс впускает немного свежего воздуха в королевские покои. Найрвежец прицеливается к пешке А6. Черный централизует коня. Белый убирает сильнейшую фигуру на поле Д4. Прагнан Анха продвигает пешку вперед. Магнус продолжает нагнетать обстановку. На доске Рамиж Бабу связывает коня. Сэлю сдвоится по линии Б. Карлсон переводит слона на большую диагональ. На ответный ладья Б8 пробивает на поле Д5. Но здесь он не спешит выигрывать пешечку. Поскольку черный отыгрывает пехотинца. И получает отдаленную проходную на ферзевом фланге. Шахматный викинг предварительно играет Б3. И показывает, что угроза иногда бывает сильнее ее исполнения. Рамиж Бабу нападает на коня. И великий маг и волшебник с шахматной доски Карлсон. Достает из шлепы еще одного кролика с копытами. И брать на поле Е6 верзем нельзя из-за провисания ладьи. Если же черный забирает на поле Е6 пешкой. То белый предварительно меняет сильнейшие фигуры. И также выигрывает качество. Так что в нашем поединке Прагнананха меняет ферзей. И в результате на доске возник Эншпиль. В котором у черных совершенно бесполезный слон. Который стреляет холостыми в пустоту. Против маневренного красавца коня. Кроме того у черных две слабые пешки. У белых всего лишь одна. Что говорит о бесспорном позиционном преимуществе белых. Тем временем индийский гроссмейстер предлагает размен тяжелых фигур. Магнус нападает на пешку. Черный контратакует ладью. После отступления черные опять хотят меняться. На этот раз Магнус не возражает против этого размена. И освобождает дорогу королю. Создавая угрозу выигрыша пешки. Рамиж Бабу защищается. Ладьей следует король f2. Пока Прагнананха играет в пасочки на королевском флонге. Магнус ведет короля в центр доски. Что и полагается делать в Эншпиле. Слоник убегает на поле f5. Карлсон вылавливает ладью на размен. И после данного размена Прагнананха уклоняется от возможной порчи пешечной структуры. Если бы Хасера у люка по бланке подарили компьютер. И он увидел что железный друг оценивает эту позицию как равную. То думая что пылящийся в гараже топор в ту же секунду был бы пущен в действие. На самом деле по человечески за черных играть данную позицию невероятно сложно. Особенно имея одну минуту на часах. Далее гроссмейстеры максимально активизируют своих королей. После хода король d6 Магнус играет король d4. Праг избавляется от одной из слабых пешек. После взятия на поле 4 белые нападают на пешку d5. Черные защищаются слоном. Карлсон фиксирует пешки на полях цвета слона. Дальше играет g4 нападая на пешку h5. И создавая таким образом отдаленную проходную. Чтобы не пропустить ферзя прогнананха уже отдает центральную пешку. Магнус пробивает на поле d5. Защищает коня. Шахует короля. Продвигает пешку вперед. Играет король e5. Черный привязывается к пешке e4 чтобы король не шел дальше. Белый потихоньку перестраивается. И здесь необходимо было срочно перевести короля на поле e7. В случае хода коня в 6 черный играет король e7. И сохраняет определенные шансы на спасение. Но как уже было сказано ранее такие позиции невероятно трудно защищать. И одно неловкое движение прогнананхи приводит к катастрофе. Магнус защищает центральную пешку с целью перебросить короля на поле e7. Рамиж бабу играет король f8. Магнус тощит короля на d8. На слон b1 следует король d7. На слон c2 король d8. И все. Черный король теперь уже никуда не сможет рыпнуться. Дальше Белый оттеснеет короля. Ставит все пешки на черные поля. После чего вражеский слон попадает в параллельную реальность. Где кроме него на доске больше никого нет. Рагнананха играет слон f5. Магнус король e7. С целью атаковать слабую пешку на поле f7. Разумеется переход в пешечное окончание смерти подобен. Поэтому Рамиж бабу вынужден страдать на пару со своим слоном. Тем временем Магнус переводит коня на поле d6. После хода слон b1. Играет конь d6. Ну и филигранно проведенный Магнусом Мэншпель завершается жертвой Кабылянского. После взятия на поле f7 он толкает пешку вперед. На слон g8 играет король d7. И на 67 ходу Прагнананха сдался. Поскольку Белый угрожает провести пешку ферзи. Если же черный забирает на поле e6, то Белый король постепенно оттесняет своего визави плечом и забирает пешку на поле g6. Вот такая вот победка в исполнении 16 чемпиона мира Магнуса Карлсона. В завершение разбора я хочу выразить благодарность за продление спонсорской подписки Лейна Кеннике. Поддержите же и вы видео лайками, репостом, потому что шахматы это круто. Продолжение следует...